В Славянском районе прошла коллегия социальной сферы по вопросам здравоохранения. Темой заседания стало подведение итогов работы отрасли здравоохранения за 2020 год. Также обсудили вопросы улучшения организации медицинской помощи населению. Прошлый год из-за пандемии коронавирусной инфекции был сложным для всех отраслей, но труднее всех пришлось, конечно же, медикам, которые были на передовой борьбы с инфекцией и продолжают работать в сложных условиях. В заседании коллегии социальной сферы глава района Роман Синеговский начал со слов благодарности в адрес медицинских работников. Ведь именно в их руках находится жизнь и здоровье жителей. Хочу вам сказать большое спасибо, пользуясь случаем, что действительно в сложное время вы были рядом, вы за спасенные жизни, и сейчас вы продолжаете эту работу выполнять. Ну а сегодня у нас коллегия здравоохранения. Есть ряд вопросов, которые нам хотелось бы пообсуждать. На нашей территории много получается, что-то не получается, поэтому вот и хотелось бы рассудить те вопросы, которые на сегодняшний день актуальны. И в конце совещания мы с вами прием решение коллегии, и надеюсь, что у нас на это решение будем двигаться вперед. О результатах работы районной отрасли здравоохранения с докладом выступил главный врач ЦРБ Юрий Просоленко. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, со всеми поставленными задачами славянские медики справились. Помощь населению оказывалась своевременно, укреплялась материально-техническая база. По нацпроекту здравоохранения в Славянскую ЦРБ приобретено три аппарата искусственной вентиляции легких, рентгеновский аппарат, два аппарата УЗИ-диагностики, начат капитальный ремонт хирургического корпуса. В терапевтическом корпусе идет реконструкция комнат под помещение рентген-эндовоскулярно-операционной. В поселке Целином открылся новый офис врача общей практики. В хуторе Троицком Маевского сельского поселения построен новый фельдшерско-акушерский пункт. Благодаря помощи депутата Государственной Думы Ивана Демченко получено четыре автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи. Всего в развитии здравоохранения района в прошлом году было направлено порядка миллиарда рублей из федерального, краевого и районного бюджетов. Вместе с тем, в отрасли есть и проблемы. Прежде всего, это нехватка кадров. На сегодняшний день в больнице работают 228 ручей, в том числе 67 ручей имеют квалификационную категорию по специальности. Из них, сон, один и высший. 100% ручей имеют сертификат. Несмотря на проделанную работу, в целом показатели свидетельствуют о напряженной ситуации с медицинскими кадрами в исландской ЦРУ. В частности, по врачам-терапевтам участкованным фельдшерам скорой медицинской помощи, врачам скорой медицинской помощи. Ростный дефицит особенно наблюдается в городе. В связи с искусственной возможностью принять участие в программе «Изерский доктор», а также по врачам русских специалистов. Чтобы решить кадровый вопрос, предпринимаются все меры. Так, в прошлом году, благодаря федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» было приглашено 9 специалистов. Кроме этого, 30 студентов обучаются в медицинских вузах по целевым направлениям. После окончания учебы они вернутся работать в наш район. Еще 23 старшеклассника собираются получать целевые направления. Врачи востребованных специальностей в 2020 году в районе приглашены трудоустроенные 12 специалистов с высшим профессиональным медицинским образованием. За 2019 год для сравнения принято 6 в сверху честь специалистов. Кроме того, 25 специалистов приняли со средним медицинским образованием. За 2019 год 15 специалистов. Благодаря поддержке администрации муниципального образования «Земский доктор» в 2020 году служебное жилье предоставлено одному методологу, как уже я озвучил, Роман Амаду. За что все равно спасибо, что позволило обеспечить население забойского сельского поселения высоко квалифицированной медицинской помощью. Из-за нехватки кадров нагрузка на медиков большая. А в связи с пандемией она выросла еще больше. В прошлом году в поликлиниках города и района зарегистрировано свыше 600 тысяч обращений. А заболеваемость населения выросла на 9%. Чему есть, конечно, объяснение. Коронавирус сильно подрывал здоровье людей. Опасность еще сохраняется. Поэтому сейчас важно успеть сделать прививку от ковида. Прививочная кампания идет полным ходом. Чтобы вакцинироваться, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться через сайт госуслуги. Если дозы вакцин от коронавируса поступают в полном объеме и их достаточно, то ситуация с льготными лекарствами складывается плачевная. Очень много жалоб поступает от жителей на отсутствие нужного лекарства в социальных аптеках. Юрий Просоленко пояснил, что закупкой лекарств занимается краевое ведомство. В полномочия ЦРБ это не входит. Славянская ЦРБ не осуществляет обеспечения льготников на нашей территории. То есть уже с вами пошли третий год, когда мы этим не занимаемся. Все лекарственные средства по региональным федеральным годам закупаются в Министерстве здравоохранения, поставку уполномоченной аптечной организации Славянского района, государственного унитарного предприятия государственного проекта «Манформация». Специалистами Славянской ЦРБ в рамках льготы формируются заявки на льготные лекарственные препараты в пределах выделенного финансирования, подчеркиваю, Министерства здравоохранения Краснодарского края. Заявки в установленном порядке определяются на рассмотрении утверждений в Минздрав. Лечащими врачами выписываются рецепты на льготные лекарственные средства и предоставляются пациентами в полномоченной аптечной организации Славянского района. На момент отсутствия препаратов в полномоченной аптечной сети организация рецепт становится на срочное обеспечение в мере поступления льготных лекарственных средств и скупать информацию. Глава района дал поручение предпринять все меры для решения этого острого вопроса при необходимости связаться с краевыми коллегами и вместе с ними продумать возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Кроме решения вопроса лекарственного обеспечения, в планах на этот год стоят следующие задачи. Снижение смертности населения, возобновление в полном объеме диспансеризации, проведение дней здоровья, привлечение новых медицинских кадров, обновление оборудования, ремонт первой поликлиники. По итогам заседания коллегии было принято решение о дальнейшем развитии отрасли здравоохранения. Все поступившие замечания будут внесены в конечный протокол и отправлены в медучреждение района для реализации. Подводя итоги заседания, Роман Синеговский подчеркнул, что за работу отрасли здравоохранения будет самый строгий спрос. Население должно иметь возможность получать качественное и доступное медицинское обслуживание, начиная от медикаментов и технического оснащения до укомплектованности и профессионализма кадров. Уровень медицины должен расти. Сделать это – общая задача всех заинтересованных служб. В конце заседания за самоотверженный труд, профессионализм и помощь людям в непростых условиях пандемии глава района вручил медицинским работникам благодарственные письма. Анна Моностренко, Георгий Калинин, программа «События».